МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Председатель городской думы Алексей Газаров покидает свой пост. На Василии у нефтяников более 100 работников предприятия «Газпромнефть Муравленко» получили ключи от новых квартир. И более 30 человек подали заявки для участия в первенстве города по бильярду. Парламентарии совместно с представителями исполнительных органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, управляющих компаний и общественных организаций обсудили проект регионального закона об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Законопроект разработан для реализации положения федерального законодательства. Оно вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансирования каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале законопроект подготовлен, но не утвержден. Есть возможность его доработать с учетом мнения жителей округа. Аналогичные законы уже приняты в 51-м субъекте Российской Федерации. С июля 2013 года мы совместно с Государственной жилищной инспекцией изучаем опыт других территорий, где сегодня формируют региональные системы капремонта. То, что мы не торопимся, говорит лишь о том, что стараемся максимально просчитать все возможные риски для граждан. Ямал направил в бюджетную систему России более 400 миллионов рублей. Такую сумму удалось окружным налоговикам собрать за 9 месяцев этого года. Если быть точным, в казну перечислено 455 миллионов 266 тысяч рублей, что почти на 3% превышает сборы к уровню прошлого года. Из них в федеральный бюджет направлено 82,7% от всех поступлений, в территориальный бюджет 17,3%. Более 77% поступлений или почти 290 миллионов рублей это налог на добычу полезных ископаемых. Налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги составил чуть менее 83 миллионов. По видам налогов, формирующим основную часть налоговых доходов территориального бюджета, самые значимые налоги на прибыль организации, доходы физических лиц, имущества организации. Отопительный сезон, который в округе начался 24 августа, пока идет без срывов и нарушений. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента энергетики и ЖКХ Ирина Петрова. Общая стоимость окружной программы по подготовке к зиме составила 4,5 миллиарда рублей. Запланированный объем работ выполнен полностью. Обеспечение надежного теплоснабжения – главная коммунальная задача ямальских властей. Почти 45% финансовой и организационной нагрузки во всех зимних мероприятиях приходится именно на подготовку объектов теплоснабжения и теплогенерации. Летом 2013 года мы заменили почти 40 километров ветхих и изношенных тепловых сетей, отремонтировали 107 тепловых котлов. В труднодоступной территории завезли порядка 88 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн угля и порядка 29,5 тысяч кубических метров дров. Программа централизованного северного завоза на сегодняшний день выполнена на 100%. В муниципалитетах сформирован форс-мажорный топливный запас, составляющий до 10% от средних объемов потребления. 23 октября состоялось очередное заседание Муравленковской городской думы. Основной вопрос повестки дня – досрочное прекращение полномочий председателя городской думы, главы города Алексея Газарова. Он решил покинуть свой пост по собственному желанию в связи с переходом на государственную службу. Чем конкретно он будет заниматься, Алексей Газаров пока не озвучил, но сказал, что в ближайшее время отправится в Москву. Депутаты и глава администрации Александр Подорога пожелали ему успехов на новом месте работы. В свою очередь, уже экс-председатель думы поблагодарил коллег и за плодотворную совместную работу. То, что сейчас происходит, активное строительство в городе ранее замороженных объектов, новых каких-то объектов. Я считаю, что это объективно так. Это результат того, что мы все вместе с вами начали делать в 2010 году. И я хотел бы поблагодарить всех тех, кто сейчас работает в городской думе, поблагодарить тех, кто работает в городской администрации, тех, кто уже не работает в силу различных причин. Но самое главное, что цель, которая была поставлена, она действительно правильная. Сделать город лучше, сделать условия жизни в городе для жителей лучше. И это объективно и наглядно на сегодняшний день видно. Большое новоселье в «Газпромнефть-Муравленко». Более ста работников получили квартиры в двух новых многоквартирных домах. Их построили в рамках социальных соглашений, заключенных городообразующим предприятием с администрацией города. Эрнест Бавшин расскажет подробнее. Два дома в микрорайоне «Юбилейный» по адресам Ленина 88А и 70 лет октября 26 построили в рамках социально-экономических соглашений между администрацией города и «Газпромнефть-Муравленко». Согласно документу, из 120 квартир 12 перейдут в распоряжение муниципалитета, остальные займут сотрудники городообразующего предприятия. Один из новоселов – Михаил Климов, заместитель начальника управления по строительству скважин. По коммерческому найму ему досталась однокомнатная квартира. Сейчас он обустраивается на новом месте жительства. Площадь меня устраивает, мебель заказал, но сейчас здесь разруха и пустые, как говорится, помещения. Через месяц приходите в гости, посмотрим, как устроиться. Получили квартиры и те, кто приехал работать в «Газпромнефть-Муравленко» из других городов. Поэтому до ввода и эксплуатации новых домов предприятие снимало им квартиры. Основная часть тех работников, которые сюда заселены, если взять первый дом или полей на 88А, это работники, приглашенные сюда. Еще когда в 2009 году образовался филиал, у нас работники были приглашены из других городов и производилась им компенсация жилья, значит, мы от этого ушли и заселили их в вновь построенные дома. Квартиры в новостройках получили также и молодые специалисты, которые проживали в общежитии на улице Лесной или, опять же, на съемных квартирах. Я считаю, что это положительная забота, в первую очередь, потому что, когда люди едут сюда на север, молодые специалисты, им прежде всего интересуют как заработная плата, так и обустройство, как они будут жить. Если людям не предоставляют условия жилья, то, естественно, им не будет никакого интереса сюда приезжать. Поэтому я считаю, что такие программы нужны для того, привлекать молодых специалистов и вообще специалистов в данный регион, чтобы они работали, поднимали промышленность. Дмитрий поделился с журналистами и небольшим секретом – в новой квартире они со своей женой всерьез задумываются о пополнении в семействе. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Новый рингуйский солдат-срочник, подорвавшийся на боеприпасе, начал проходить курс реабилитации. Напомню, трагедия случилась с подрезанием на полигоне 137-го парашютно-десантного полка. Ямальца оторвала кисть руки и раздробила голень. По словам самого бойца, во время спецработ он не заметил заряд от противотанкового гранатомета. Тот лежал на земле. Ренат наступил на него. Дальнейшие события молодой человек помнит буквально по секундам. Ожидание машины скорой помощи, дорогу к врачам-спасателям и бесконечные процедуры. Сегодня Ренат Бахтияров вспоминает все произошедшее с ним мужественно и спокойно. Говорит, сейчас он надеется исключительно на врачей и стойкость своего организма. Сейчас нормально уже, все, лежу, сделали операцию на ноги, лежу с аппаратом иллюзированием. Все нормально, нормально. Сейчас ждать, пока заживет, я растусь. В Новом Уренгое в эти дни проходит чемпионат России по бильярдному спорту. В нем принимают участие 86 сильнейших игроков из 27 регионов страны. Муравленковцы на таком уровне пока не выступают, но популярность в нашем городе этого вида спорта растет. Так уже весной в Муравленко планируют провести кубок губернатора. А пока в ближайшие выходные пройдет первенство города. Заявки подали более 130 человек, правда только мужчины. Хотя по регламенту предусмотрены и состязания среди женщин. Впрочем, Управление физкультуры и спорта заявки на участие в турнире еще принимает. В команде участвовать будет 5 человек, проводиться будет это в Луне. Поэтому все желающие, кто хочет, тот участвует. Это будет не командная, а личная первенство. 5 человек команда и лишний зачет уже каждого. По итогам турнира сформируют сборную города. В нее войдут трое мужчин и одна женщина. Эта команда и примет весной участие в Кубке губернатора. А у меня на этом все. Впереди вас ждет прогноз погоды и наша постоянная рубрика «Город живет». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. АЗС «Газпромнефть» 23 октября в Салехарде минус 5, ветер южный до 6 метров в секунду. В Ноябрьске 5 градусов мороза, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Муравленко 23 октября минус 5, ветер юго-западный до 5 метров в секунду.